В Белгороде судят бывшую сотрудницу наркополиции. По версии следствия, она похитила в региональном управлении ведомства более 54 миллионов рублей. Первое заседание по существу прошло сегодня в Свердловском районном суде. Екатерина Алпеева работала главным специалистом финансового отдела федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Белгородской области. Согласно обвинению, она на протяжении четырех с половиной лет, используя свое служебное положение, незаконно перечисляла деньги на банковские карты уволенных, а также несуществующих сотрудников. Таким способом за все это время ей удалось похитить более 54 миллионов рублей. Часть этих средств подсудимая потратила на покупку трехкомнатной квартиры, а также офиса для того, чтобы в дальнейшем заняться бизнесом. Обвиняемая не отказывала себе в роскошной жизни. В ходе следствия было изъято немало дорогих вещей. Жила в свое удовольствие. Себе ни в чем не отказывала. В принципе, как говорится, у нее несколько шуб дорогостоящие, как говорится, украшения золотые, часы, в общем-то, такие брендовые, мебель, ковры. В общем-то, в принципе, как говорится, там все экземпляры, как говорится, такие очень дорогостоящие. Своё финансовое благополучие сотрудница ФСКН объясняла коллегам тем, что ее содержат родители-предприниматели, которые по факту оказались безработными пенсионерами. На судебном процессе подсудимая решила бороться до последнего. На заседании страна защиты попросила суд получить у ФСКН ряд финансовых документов от приказов до кассовых ордеров. Обвиняемая таким образом планирует доказать законность одних денежных операций и непричастность к другим. Данные сведения нам необходимы для того, чтобы установить тот круг лиц, которые участвовали в ежегодных проверках по расчетам оплаты труда, о правильности этих расчетов, о том, что все начисления имели место быть, о том, что сведения, которые содержатся в пояснительных записках сейчас материала дела, что за период с 9-го года 13-й годы фактов хищения никаких не выявлялось, все выплаты были обоснованы, все выплаты были подтверждены первичными документами, факты воздействия на деятельность и полностью были отражены. Судебное разбирательство продолжается. Бывшая сотрудница ФСКН обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Максимальный срок по этим статьям предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.